Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гейм и сегодня у нас новое видео, в этом видео покажу новый модпак. Да пацаны, вышел новый модпак, я вам покажу новый модпак и также покажу новые цены на машины. Я думаю это будет классно, поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также вышло обновление, но обновление я вам покажу уже в следующем видео, а именно ивент. И что там добавили и что вообще там делать. Все это покажу в следующей серии, поэтому повторюсь пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Но я хотел бы напомнить, что у меня есть свой промокод. Пишите вместе к апсам Кирилл Гейм. На пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получите 150 тысяч, мой промокод можно вводить на любом серии Мазин Холиплей. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм, там выходят фото из моей жизни. Поэтому всем советую, ссылочка инстаграм будет в описании. Пацаны, я хотел бы вам посоветовать самое лучшее просто СТО на первом сервере. Это оно находится в Арзамасе, возле ТРК. Давайте покажу вам по GPS, пишите GPS. Короче, потом берите шестой пункт бизнеса и получается пятый пункт СТО. И вот, 33 бизнес СТО Фамили Кирилл Гейм. Пацаны, это СТО нашей семьи, поэтому можете приезжать, тюнинговать свои машины. Я буду очень рад каждому, пацаны. Поэтому приезжайте просто в самое лучшее СТО, а именно СТО нашей семьи. Как вы видите, пацаны, я уже на новом Мерседесе. И что я хотел бы вам сказать? То, что вы тоже можете получить эту машину, но бесплатно. Как? У меня получается две этих машины, вот. Можете сами посмотреть. Но они как бы со старой ГОСКО. Я их заранее купил. Сейчас такая машина как бы стоит в автосалоне 15 миллионов, пацаны. Поэтому набирайте на этом видео 400 лайков. И я разыграю для вас Мерседес АМГ GT63S. Поэтому не ленитесь просто. Ставьте на это видео лайк. Кидайте это видео в свободку. Кидайте это видео друзьям в беседы. Набирайте 400 лайков. И я разыграю между вами вот этот Мерседес, который сейчас у меня. Ну что ж, пацаны, наконец-то я приехал в автосалон. Смотрите просто на эту акулу. Я ее перекрасил в серый матовый цвет такой. Просто смотрится очень классно. Реально, этот Мерседес мне самому очень нравится. Все, погнали в автосалон. Но я буду, пацаны, показывать именно новые машины. Старые машины я не буду вообще показывать. Ну что ж, первая машина, которая у нас изменилась, это УАЗ Патриот. Это раньше был просто обычный УАЗик старенький. А теперь это УАЗ Патриот. И стоит он 150 тысяч, пацаны. Не так уж и дорого за УАЗ Патриот, тем более новый. Поэтому цена вполне адекватная. Раньше он, по-моему, стоил около, наверное, 80 тысяч. Немножко подорожал. Буквально чуть-чуть. Поэтому цена довольно-таки нормальная и адекватная. К машине это я отношусь спокойно, в принципе. Мне как бы она и не противна. И не сказал бы, что я люблю эту машину. Ну, нормальная тачка чисто. Следующая машина ИШ-2101. Но я не понимаю, почему ИШ. Потому что это, типа, ну, ВАЗы. Это ВАЗ. Почему ИШ? Я вот этого не понял только. Это, короче, пацаны, копейка. Это реально круто. Потому что, блин, копейка в КРМП есть, как бы. Ну, без модпака. Но она баганая, короче. И не такая красивая. А вот здесь прям реально прикольно. Такая копеечка, в принципе. 70 тысяч. Для Рыжика вообще будет по кайфу. Мне кажется. Еще диссури на нее поставить. Нитро. И вообще просто будет соска. Следующая машина, пацаны, это Рено Меган. Ну, не знаю. Мне эта тачка не очень нравится. В принципе. Спереди она некрасивая. Как по мне, сзади тоже она уродливая. Ну, не знаю. Для любителей, пацаны. Честно, мне не нравится. Я не любитель, как бы, Рено Мегана. Рело Логан и то намного красивее, чем Меган. Поэтому мне эта тачка не нравится. Следующая машина с ВАЗ-2108. Как бы, ну, она осталась такой, как и была. Ну, именно по машине ВАЗ-2108. Это тоже ВАЗ-2108. Просто обновили модельку. Видите? Она более такая красивее стала, что ли. Качественнее, типа, ну. Поэтому просто обновили модельку. Вот и всё. А, следующая машина с Тойота Супра. Но это не так Тойота Супра, которая была до этого. Это заменено на ИШ какой-то, я так понял. Пацаны, не берите эту тачку. Хоть она стоит 900 тысяч, но раньше она стоила 100 тысяч. Когда залили модпак, она стоила 100 тысяч. И вот, обновили цену. Она стоит теперь 900 тысяч. Ну, не знаю. Мне кажется, она вообще медленная. И, типа, зря её только на Супру заменили. Типа, смысла в этом нету. Потому что Супра должна быть быстрая. А эта тачка, как бы, не быстрая. Итак, тоже следующая новая машина, пацаны. Это Volkswagen Polo. Ну, в принципе, прикольная машина. Мне нравится. Цена у неё 550 тысяч. Я лучше, наверное, Polo себе взял, чем Megane. Потому что Polo намного красивее, чем Megane. Это личному мнению. А, пацаны, также изменили, получается, Lada Priora. 400 тысяч она стоит. Цена не изменилась вроде бы как. А вот внешка изменилась. Ну, какая-то она странная немножко. Не знаю. Чё-то немножко непривычно, блин. Какая-то жопа у неё вроде бы странная. Батчина какая-то странная. Не знаю. Может быть, мне кажется. Но различия есть по-любому. Вроде бы как. Ну, да. Вроде бы, типа, это люкс, по-моему, Priora. Типа, бампера другие. Там и так далее. Ну, нормально чё. Пойдёт. А, следующая тачка это Audi TT, пацаны. 7 миллионов она стоит, да? А, не. 700 тысяч, пацаны. 700 тысяч стоит Audi TT. Раньше это был, по-моему, Volkswagen Golf. А теперь это Audi TT. Ну, следующая тачка, которую я даже не знаю, зачем её добавили. Типа, Lada Vesta SV Cross. 600 тысяч, блин. Я не знаю, блин. Если она едет быстро, то, в принципе, ладно. Если она едет около 100 километров всего лишь, то зря её вообще добавили, типа. Ну, а так, блин, мне, честно, машина не нравится. Mercedes-Benz V210. Если по-обычному, то, пацаны, это лупатый. Лупатый вернули, в принципе, но на другую модельку. И стоит он 500 тысяч. Ну, хорошая тачка, в принципе. Максималка у неё в стоке, пацаны, 104 километра, если что. Я уже знаю. Поэтому запоминайте. Максималка у этой тачки 104 километра. Audi S5. Ну, по-моему, как бы это не S5, а RS5. Поэтому как-то много ошибок. ИЖ-2101. Audi S5. Ну, по-моему, это же RS5 получается. Это не S5. Напишите в комментариях, кто точно знает. Ну, блядь, я вроде вижу, что это RS5. Следующий автомобиль, пацаны, это Subaru Empresa. Раньше это был Mark II, если что. Ну, честно, мне этот кузов не нравится. Мне больше нравится, там, например, лисица. Либо ещё до лисицы кузов там есть, в принципе. Ну, старый кузова, короче, мне нравится. Ну, и, наверное, самое интересное, что ждали многие, это Mercedes AMG GT 63 S. Это Mercedes, как у Литвина. Может, кто-то знает такого ютубера, Литвин. И он купил себе такой Mercedes. Стоит этот Mercedes, пацаны, 15 миллионов. У меня такой тоже Mercedes есть, но я его купил ещё до того, как обновили цены. То есть у меня два Mercedes с воской 900 тысяч. Один, повторюсь, пацаны, я себе оставлю. Один разыграю между вами, если вы наберёте на это видео 400 лайков. 15 миллионов, пацаны, ну, это пиздец просто. Это просто пиздец. Я думал, максимум будет стоить, ну, там, лямов 7-10. Ну, 10 это прям уже край просто. Ну, не 15 миллионов, пацаны. 15 миллионов это просто жесть. Реально, цена очень большая. И мне кажется, с салона их вообще никто не будет покупать. Сейчас их просто будут там перепродавать и так далее. Но с салона, я думаю, никто не будет покупать его за 15 миллионов. Это реально очень большие деньги. И я бы такие деньги за него не отдал бы. Следующий автомобиль Bentley Continental. 17 миллионов, пацаны. Вообще, тачка этих бабок не стоит. Я вам сразу говорю. Максималка в стоке у этой машины 110 километров в час. То есть, чипом она будет ехать примерно 120-125 километров. Поэтому 17 миллионов, пацаны, ну, ни о чём. Да, я понимаю, пацаны, это Бенкли, Бенкли, ты шо, это Бенкли. Это пиздатая машина. Но мне старый кузов Continental больше намного нравится, чем новый. Я бы себе тачку эту не купил. Тем более, за 17 миллионов, пацаны. За 17 миллионов можно купить себе Maybach и, например, Е63, Mercedes. Но, блядь, покупать за эти бабки в Бенкли 17 миллионов, это дороже, чем Maybach. Это дороже, чем Lamborghini, понимаете? Я не понимаю, зачем такая большая цена, но я бы себе тачку эту не покупал, пацаны. И вам не советую. Следующая машина, пацаны, это BMW 7-ка. Кузов, по-моему, G12, если не ошибаюсь. Цена у него 7 миллионов. Раньше эта тачка вообще ни на какую не была заменена. Это просто стандартная машина КРМП. И на неё поставили вот эту BMW, получается. Что я могу сказать? Симпатичная BMW. Но, типа, 7 миллионов. Ну, типа, BMW 7-ка, 7 миллионов. Ну, в принципе, нормально, пацаны. Погнали дальше. Следующая тачка. Я даже не знаю, что это такое. По-моему, это Dodge, если не ошибаюсь. Да, это, пацаны, это, по-моему, Dodge. С нагнетателем, короче. 5 миллионов. Хотя здесь написано Ford Mustang. А разве это Ford Mustang? Блядь, это же, по-моему, не Ford Mustang. Что за хуйня? Это Dodge, блядь. Что за бред? Алё, вы что, меня наёбываете, блядь? Это Dodge, по-моему. Какой нахуй Ford Mustang? Вы что, ебанулись? Почему-то очень много ошибок просто в автослоне, пацаны. Походу, разработчик не шарит машина. Рома, не в обиду тебе, но, блин. Ну, это не Ford Mustang, блядь. Ford Mustang таких не было никогда. Это Dodge. Блядь, это вообще, не знаю, какая-то странная машина. Типа, универсал. Mercedes-Benz CLA45. Это, типа, ЯХЗ. За себе добавили, типа, 3 миллиона. Это необычно, пацаны. Это, типа, знаете, ответочка R6, понимаете? Типа, тоже универсал. Надо будет её затестить, кстати, когда-то. Вот это, пацаны, тоже очень пиздатая машина. Mercedes-Benz GLE63. Что-то в этом модпаке сильно много Mercedes-ов добавили. Реально сильно много. Ну, и бэх тоже много добавили. Ну, вот это реально просто пушка, пацаны. Особенно в белом цвете. Вот этот Mercedes-Benz. 9 миллионов он стоит, пацаны. Ну, мне кажется, цена оправданная, потому что тачка реально прикольная. Мне она нравится. Я бы себе тоже такую купил бы. BMW X5. Блин, я не понимаю, почему они не дописывают. Это BMW X5M. Написали бы букву M ещё. Зачем просто написали BMW X5? Ну, это ж не обычный X5. Это М-ка, блядь. Ёбаный рот. 7 миллионов цена, пацаны. Раньше это была BMW X6. Просто вернули зимнюю модельку, пацаны. Мне кажется, лучше просто уже X6 остали, потому что, типа, блин. Это пиздатое тоже моделька, но как-то он уже этот X5, честно, мне надоел. Ну, что ж, пацаны. Я вам показал все машины, которые именно заменили. Именно заменили, показала новые цены. Поэтому, я думаю, я со своей задачей справился. Насчёт скинов, пацаны, ничего нового особо не добавили. Типа, там, может быть, 5 новых скинов добавили и всё. А так, много скинов новых не добавили. Насчёт фракций добавили, получается, в DPS новые машины. Это Renault Logan, старая. И добавили Camry ещё. Toyota Camry добавили. Ну, этого я вам показывать не буду, потому что, ну, типа, в этом нету смысла. Ну, что ж, пацаны, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Набирайте 400 лайков. Я разыраю между вами Mercedes. Также не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить новое видео про обновление. Всё, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok